Компания Караганда-Жарык начала ежегодные работы по обеспечению безопасности людей и беспрерывной подачи электроэнергии потребителям. Компания по зачистке территории воздушных высоковольтных линий началась с постанции Ботаническая. На эвакуационных работах побывала наша съемочная группа. Работа началась с обрезки деревьев, которые часто становятся причиной обрывов электросетей. По словам сотрудников компании, подстанция Ботаническая выбрана первой не случайно. Над воздушной электролинией в обе стороны на определенном расстоянии устанавливается охранная зона. Она необходима для обеспечения безопасной эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев. Если высота дерева выше 20 метров и она находится на границе зоны, то при падении его крона может задеть провода электролинии. Ежегодную обрезку деревьев в охранных зонах линии электропередачи напряжением 35-110 кВт для обеспечения безопасности и нормальной эксплуатации данных объектов. Данные мероприятия ведут к увеличению надежности электроснабжения города Караганды. На территории в пределах границ, определенных правилами эксплуатации воздушных силовых линий, не должно быть деревьев, жилых строений, автостоянок и прочих естественных и искусственных возвышенностей. Поэтому деревья срезаются иногда полностью для обеспечения проезда специальной техники, для планового и аварийного ремонта. Данные мероприятия проводятся практически на всех линиях, но приоритетно в первую очередь проводятся такие работы на линиях, которые проходят по городу. К примеру, мы сейчас находимся на воздушной линии 110 кВт, Новый город Федоровка, так называемый. Также в последующем будет проводиться такая же работа на воздушной линии 110 кВт ТЭЦ-3 Юго-Восток, которая проходит по юго-восточной части. Специальная бригада работников Караганды-Жарык ежегодно проводит зачистку территорий над воздушными линиями. Также электропередающая организация уже приступила к реконструкции комплексных трансформаторных подстанций, которые распределяют электроэнергию по сетям города. Фаризолбаев, Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Пресс-служба предприятия Караганды-Сов распространила информацию об отключении питьевой воды. 18 мая будут производиться работы по вводу в эксплуатацию нового участка магистрального водопровода. В связи с этим будет прекращена подача питьевой воды в поселок Финский, Новостройка, Узенька и 21 микрорайон. Коммунальщики советуют жителям иметь суточный запас питьевой воды.